С праздником, дорогие наши братья и сестры! Спасибо всех, Господь, за ваши молитвы, всех причастников, поздравляясь с принятием Святых Христовых Таин. Наверное, всем Господь с Господом соединится, никуда от Него никогда не деваться. Мы это с вами говорим постоянно, правда же? И я, выходя сюда нам вон, каждый раз самому себе и всем нам с вами об этом напоминаю. То, что важно за Господа держаться, причастившись, себя хранить так, чтобы от Господа никогда больше не отпадать. Однако жизнь показывает, что как-то не сильно у нас с вами получается за Господом держаться, правда же? Казалось бы, мы все Бога живого принимаем. Это ведь даже представить невозможно, что происходит в этот момент. Действительно, мы можем только констатировать этот факт, что это происходит. Да, можем верить словам евангельским, где Господь говорил, да, кто во мне пребывает, тот и я в нем пребываю. Кто, да, есть тело мое, пьет кровь мою, тот имеет наследие в жизни вечной. То есть все это Господь нам говорит, и мы верим Ему и делаем это. Это, вот казалось бы, с Богом соединившись, но это все ведь должно сразу измениться, правда ведь? Должны как лампочки с вами сиять. Какой как лампочки, как солнце сиять, как звезды небесные светиться. Вот, однако, это как-то не сильно происходит в нашей жизни, правда ведь? С вами, к сожалению, продолжаем грешить, продолжаем раздражаться, продолжаем гневаться, продолжаем осуждать, продолжаем завидовать. Нельзя сказать, что в сердце нашем безраздельно Бог владеет, правда ведь? Почему так? Почему вот так мы не меняемся? Хотя Господь по любви своей действительно ведь нам самого себя дает, не лишает нас этого. Ну, ответ здесь, в общем-то, достаточно простой. Ну, во-первых, чаще всего мы, опять же, не сильно понимаем и думаем о том, что происходит с нами, когда мы причаемся. То есть мы идем на это зачастую, особо не соображаясь, что дальше-то будет оно, кому мы приближаемся. Кто сейчас в наше сердце, в наше душу, в наше тело войдет? Это, знаете, однажды был свидетелем такой ситуации, но она страшна, на самом деле, ситуация, вот если так вот подумать. Давно это дело было, служил дьяконом, Сыракуст у меня дьяконский проходил в Тройском соборе города Нижний Тагил. Вот, и однажды, помнится, причастие идет, то есть народа много, собор большой. Вот, то есть дьякон он плат держит, да, когда священник причащает. То есть много людей причастилось, все замечательно. А потом, чуть попозже, после причастия, подходит ко мне, как к дьякону, женщина. Женщина в годах, в общем-то, уже, ну, еще нельзя назвать старушкой, да, ну, в общем, она уже пожилая женщина. Такого интеллигентного вида. Вот, и меня как позывает, что вот, ну, можно вот вас? Мне, говорит, просьба есть такая. Я говорю, что такое, что случилось? Ну, к краям сознания помню, что это она тоже была на причастии. Мало ли, думаю, ей хочется спросить, там, что дальше делать, да, там, может, какие молитвы после причастия читать. Бывает же такое, вот, человек как-то вот не совсем сразу ориентируется во всем. Она говорит, вот, а можно мне вот дать вот с собой вот этой живой водички? У меня, знаете, как-то вот немножко вот такой в ступорники впал, собрались не будем, какая вода живая. Может, святую воду и надо, вот там бак стоит, вот вроде. Идите, наберите. Она говорит, ну, вот только что мне давали вот-вот на ложечке-то вот что-то вот. Я говорю, женщина, что вы, какая-то живая водичка, кровь Христова. Вы же причастились, что вот все уже, два раза нельзя причастаться. Говорит, мне собачки мои, собачки, да, мы собачки. Действительно, вот оно, вот, и, знаете, не было смешно, если бы не было так страшно. Однако вот, то есть, вот причастилась. Ну, здесь оставим всю эту ситуацию, не будем, да, разбирать там, как она к этому делу, да, там, готова, не готова была. Ну, факт есть факт, да, то есть, вот видим, вот человек идет к чаше, вообще не понимая, куда идет. А почему такое происходит? Ну, видим, кто-то сказал, что надо, да, там, надо там причаститься. Да, упустим такой момент, как бывает, люди, там, не знаю, идут к какой-нибудь там колдуне, колдуну, заговаривать себя там от чего-то, да, им там вот эти враги божии говорят, что вот там давай сходи, если не крещеный, покрестись, если крещеный, то исповедуйся, причастись, вот, а потом приходить к тобой заниматься буду. Допустим, что этого не было, вот, пусть, вот, потому что не совсем, чтобы так устрашно было, но, тем не менее, опять же, что это абсолютно неверие, абсолютно непонимание, правда же. И понятно, что когда человек вот так вот идет к Господу, ну, действительно, здесь могут сбыться эти слова, апостол опал, он говорил, что мы причаемся, бывает, недостойно, в осуждении себе причаемся. Он говорил, что оттого многие из вас и болеют, нередко и умирают, да, оттого, что причаются в осуждении себе. Вот, и самое первое, когда человек в суд себе причается, это когда вот так вот, не зная, что происходит. Вот, знаете, вот я для чего-то все это говорю, что мы с вами, христиане, мы должны быть сознательно верующими людьми, сознательно. Мы должны понимать, что происходит, мы должны знать веру свою, знать, изучать ее. Книжки надо читать. Вот все мы с вами грамотные люди, все. Всех, слава богу, научили еще в детстве читать книги, правда же? И вот у нас, христиан, действительно, это, ну, слава богу, что такое есть. Так вот, у нас должно быть, чтобы мы читали своим постоянно, читали, читали, читали. Не телевизор этот смотрели, не где-то там в интернете жили, а вот читали книги. У нас сейчас пост с вами рождественский наступил, самое время, чтобы читать. Давайте дома выключим все вот это ненужное, закроем все ненужное для нас, уши свои заткнем для всякого ненужного. Не нужны нам эти новости на самом деле, не нужны нам эти сплетни бесконечные, кто прав, кто там не прав, что там где случилось. Не надо, совсем не надо. Каждый из нас перед богом однажды окажется в одиночку, в одиночку. И не важно будет им, кто там что сделал, кто что сказал, где там, кто что, взорвал или не взорвал. Не надо нам это с вами знать. Незачем. А Бога знать надо. Веру свою знать надо. Как жить по этой вере, знать нужно. Мы же знаем, что одна из добродетелей христианских, это есть вот это чтение. Чтение духовное, чтение святых отцов. А чего мы так много в жизни с вами делаем ошибок? Вовсе не потому, что мы сильно хотим грешить, а по одной причине, что мы не знаем, как поступать. У нас неправильно настроен ум, от этого неправильно чувствует сердце, не туда тянется. От этого поступки у нас с вами неверные. Банально, знаний нет. Чтобы было, надо книги читать. И да, тем более, когда касается нашего с вами общения с Богом, когда касается наших встреч с Богом. Потом еще мы с вами, причастившись, не можем себе сохранить, что получили. То, что мы этим не пользуемся. Вот тоже интересный такой момент. Ведь смотрите, ведь Господь нам дает не просто так для того самого себя, чтобы мы, знаете, вот какое-то время после причастия как-то побыли в мире, в тишине, в неком покое, в неком чувстве, что ну вот, хорошо, произошло это, замечательно. Нет, не для этого. Господь дает нам себя, чтобы мы могли жить правильно, чтобы мы могли воевать с дьяволом, побеждать его. Соединившись с Богом, мы силы получаем. Но так как мы этими силами не пользуемся, от этого мы в итоге все растеряли, в общем-то. А не пользуемся почему? Ну, не делаем, потому что то, что надо. Знаете, например, все мы знаем, что вот заповеди Божит-сеть знаем, знаем. Новозаветные заповеди знаем, знаем. А где у нас ежедневная тренировка в исполнении этих заповедей? Как часто мы с вами думаем о смирении, о кротости, о плаче о грехах своих, о милосердии, о чистоте сердца и прочее, прочее, прочее. Как часто мы там вспоминаем? Вспоминаем, но не часто. А от того, что мы не вспоминаем, мы это не делаем. А то, что не делаем, и получается, Господь нам себя дает, мы его просто сердцем не принимаем. То есть, ну, никак. Да знаете, как, например, человек занимается спортом, например, ему можно подарить какие-нибудь гантели. Знаете, он будет их там что-нибудь с ними делать, правда же? А человек не занимается спортом. Ему их подарили, они у дома, ведь в углу пылиться будут давить. А то и в итоге потом куда-нибудь выбросит на свалку. Ну, чего место занимает? Какие-то тяжелюки какие-то тут лежат, железяки. То есть, вот видим, один и тот же предмет двумя людьми используется по-разному. Одному надо, и он использует. А для другого не к месту. Так же это благодать Божия дается человеку, всякому дается. Не бывает такого, чтобы Бог нам благодать свою не дал. Никогда такого не бывает. Знаете, вот порой мы с вами унываем, думаем, что ну вот, у Бога просил, он не дал. Он обо мне забыл, да он там обо мне не заботится, там, или еще что-то, или еще что-то. Глупости полные. Не бывает такого. Мы не берем то, что он нам дает. Не берем то, что не хотим, получается. Да, вот тоже часто мы с вами жизнь христианскую рассматриваем как какое-то, знаете, такое удобное и комфортное времяпрепровождение. Что вроде в Бога уверовал, ну и все, и все должно в жизни теперь идти как по накатанному. Чтобы все было гладко, вкусно, удобно, беспроблемно. Чтобы все получалось, чтобы все тебе улыбались, что тебя все прощали, о тебе все заботились, и все у тебя в жизни получалось. А вот скажите, вот мы читаем Евангелие, где-нибудь такое Господь обещает человеку? Нет. Действительно, так и есть оно. Господь, наоборот, говорил, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой. А что такое крест? Да, вот я в руках держу. Что это? Такой вот блестящий желтый предмет. Ничего подобного. Это орудие смертной казни. Очень страшные, мучительные пытки. Человека вон гвоздями прибывали к этим бревнам, чтобы он постепенно, дня за два, за три, чтобы он умер на этом кресте. Знаете, не сразу, что взяли и усыпили. Знаете, часто всякие бывают казни смертные. Вот у нас еще ведь много говорят, что вот, там негумана, смертная казнь, еще что-то. Посмотрите, какие-нибудь Соединенные Штаты Америки. Знаете, электрический стул. Человека там готовят к этому делу. С ним там общаются и психологи, и священник там приходит. Ему что-нибудь предложат перед этим делом, скажем, рюмку коньяка. Все потом голову водой смочили, одели на голову и включили. Ну, что там у него? Действительно, никто из нас на этом месте не был. Судить здесь сложно, но все-таки видим, что несколько дней он не мучается все-таки. Правда же в этом состоянии? Как-то достаточно быстро все происходит. А то и яд вели. Знаете, так внутривенно. Человек уснул, и все, и не проснулся. Или расстреляли, например. Ну, то же самое, да, если меткий стрелок, сразу в голову бум, и все, человек может даже и не успеть почувствовать. Знаете, вот бывает состояние какого-то аффекта, да, или шока, боль человек не чувствует. Например, палец порежешь, смотришь, и ждешь. Правда же, что сейчас заболит, заболит, заболит. Видишь, там уже как бы кровь набухает, да, если глубоко порезанная. Ну, не сразу это происходит все-таки, правда же. То есть видим, что есть вот это время, пока сигнал произойдет, подойдет оттуда до туда. Чаще всего человек даже не столько боли выпугает, сколько вот это вот ожидание боли, что сейчас как заболит, как заболит. Так вот, расстрел, пуля прилетела в лоб или в сердце. Там особо даже и поболеть-то, наверное, человек не успевает. Смерть наступила. А тут вот несколько суток мучиться, перебитому. Каково? Вот так вот Господь и говорит, ты хочешь с ним идти, вот на крест иди. Будь готов на всякие скорби, на всякие лишения. Будь готов ради Господа лишиться всего. Вот это, кстати, лишиться всего для человека, как правило, самое тяжелое. Знаете, бывает, мы готовы и жизни лишиться. Но не лишиться имущества, например, своего. Не лишиться комфорта. Не лишиться чего-то для себя привычного. Знаете, вот когда времена гонений какие-то наступают, это вот в нашем государстве-то было почти весь 20 век. Все это дело длилось. То ведь там как за Господа гнали? Там же не то, что сразу всех согнали и всех сожгли, например, да, какие-то там большевики. Нет, всегда сначала человеку предлагали. Говорили, ну зачем тебе это надо? Ну зачем? Ну давай уже откажись, там отрекись, там, предай кого-нибудь. И все будет жить дальше спокойно. Если ты священник, там, сложи себя священным самым. Признай, что это все заблуждение. Признай, что тебя когда-то обманули, все живи там себе дальше спокойно. Что в древности было, там, вот, читаешь, да, вот, жития святых мучеников. То же самое. Схватят вот угодника Божия и начинают что-то. Ну чего тебе, зачем тебе свою молодость губить? Правда же? Ну зачем тебе там мучиться? Вот давай мы тебе там, помните, вот, мы будем в следующей своей неделе, у нас будет престольный праздник нашего города, День Святой Екатерины. Да вот сразу же, пока не забыл, скажу, что вот и на службу все мы с вами пойдем туда, в Троицкий собор, и грестным ходом пойдем потом, вот, оттуда до часовни Екатерининской. Вот как надо нам всем помолиться, Святой Годнице Божией. Так вот тоже вот она. Ведь прежде чем учить, сколько я все предлагалось. Что да и замуж тебе там выдадим за какого-то знатного человека. И вот тебе и богатство, тебе и почести. А если не хочешь, то всего этого лишишься. Все тебе отберется. Правда, человек вот пугает сначала меня вот этими материальными благами. И вот как оно бывало, ведь оно все-таки в истории церкви-то есть, что и предавали Христа, и отказывались от Него, ведь даже порой не из-за страха смерти, а из-за страха того, что тебя лишат вот чего-то удобного. Вот человек вот настолько вот так вот бывает привязан к этому земному, земному благу, что бывает и от Господа отказывается. Знаете, вот мы сегодня с вами Евангелие читали. Про то же самое ведь на самом деле. О чем мы читали? Ну-ка вспомните. О богаче. О неразумном богаче так вот это называется. Притчу Господь сказал о том, что у некого человека богатого, вот это тут же подчеркивается, богатого, не кот-то бедняк, богатый человек. У него, в общем, урожай большой, уродился. И вот он рассуждает, что же мне делать теперь? Что же мне с этим урожаем, как поступить? И думает, столько всего много, что все мне в мои житницы, да в склады мои, просто не войдет. Думает, разрушу старое, построю новое. Ну вот действительно, если здесь точку поставить, то можно решить, что какой молодец. Ну это хороший хозяин. Все собрал, да все сохранил, ничего не растерял. У него это не сгнило где-то на поле, да вот эта пшеница. Действительно, позаботился о том. Честь и хвала. Но проблема-то дальше, дальше вот начинается его рассуждение. Он сам собой рассуждает, говорит душе своей, душа моя, много у тебя всего на многие годы, ешь, пей, веселись. Что же здесь мы с вами видим уже вот на этом месте? Ну, в общем-то, состояние обычного человека. Знаете, вот для многих людей слово счастье и слово материальное благополучие, это слова синонимы. Часто человек вот так вот ему видится и кажется, что дай мне побольше всего, и тогда точно будет много радости, правда же? Точно будет много наслаждения. Точно будет мир в душе и вообще сплошное такое ликование. Наступит счастье. Ну, правда же? То есть это же не какой-то там индивидуальный случай, это уникальный. Ну, нет, это обычное состояние нас, людей. Ну, в общем-то, знаете, это объяснимо, потому что действительно человек ведь создан Богом для того, чтобы быть хозяином вообще мира всего. То есть в каждом человеке глубоко-глубоко внутри лежит понимание, что всё, что вокруг меня, это должно быть моим. Вот правда. Мне должно всё подчиняться. Мне должны служить животные. Не то, что ты наш домашний питомец, сюда пришёл, там, барсик, вот там, кис-кис-кис, он тебе подбежал, насыпал ему там еды. И он мурлычет возле ноги, там ходит. Нет. А пришёл в лес, вышел дикий лев. Я ему тоже говорю, кис-кис-кис, он подходит, давай мне ноги лизать. Вот такое вот у нас вот внутри желание. Чтобы я там пожелал, чтобы, например, вот, да, вот на сегодня 1 декабря, где у нас зима? Ну, сегодня вроде немножко похолодней, даже сегодня у нас маленьких деток привносили причать, одетых, как космонавты. Такие вот уже, такое оформленное что-то, закутанное существо. Вот. Но всё равно как-то хочется уже зимой. Правда же, хочется зимой? Её нету. Вот. Наверное, должно было так, вот, пожелал бы я, что пусть пойдёт снег, и пошёл бы снег, например. То есть вообще человек владеть должен всем на свете, вообще всем окружающим миром, стихиями природными. Вообще всё, человек должен подчиняться. Бог так устроил, когда человека создавал. Но этого сейчас нету, да, по понятным причинам. Люди от Бога отпали, от этого всякую власть на землю потеряли. Но желание всем владеть, оно осталось. Вот. Желание жить в славе, желание жить в сладости, всё это в человеке тоже на самом деле отголоски того райского состояния. Но этого дела нет, а хочется. И вот получается, что, да, и вот этот человек вот так вот рассуждает, действительно, он в какой-то степени был, в какой-то степени прав. Что да, вот много всего, всё, я планирую теперь жить ровно, в довольстве, в достатке, в наслаждении. А в чём ошибка? Ну, ошибка в том, что так не получится. Правда же? Мало ли то, что нам хочется. Мало ли то, как мы планируем жизнь. Жизнь, она вообще в этом плане от нас не зависит. От нас вообще мало чего зависит в жизни. Это же правда же. Ну, мы что в своей жизни можем увидеть и сказать вот со стопроцентной уверенностью? Мы, люди, существа, ненадёжные. Ненадёжные. Это стопроцентный факт. Любой человек, какой бы он гордый ни был, он в этом может убедиться, один день прожив за собой, понаблюдав. Мы ненадёжные. Мы постоянно меняемся. У нас меняется настроение, у нас меняются планы. Правда же? Мы меняемся в своих каких-то делах и словах. У нас постоянно всё меняется. Мы действительно как та трость ветром колеблемая. Помните, когда Господь говорил о Иоанне Притечь? Он говорил, что ходили вы смотреть в пустыню? Трость ли ветром колеблемая? Нет, выходили к человеку, к такому, к могучему, настоящему человеку. А почему говорил так о Иоанне? Потому что Иоанн был единственный, единственный из всего народа, кто вот именно таким был. Он не колебался. А все остальные люди колебаются. Правда же? Мы вот меняемся. Меняемся. У нашей жизни не может ничего быть постоянного. Но постоянно нам хочется. И вот это была как бы и ошибка вот этого человека. Он стал думать себе, стал мнить о себе, да стал планировать и надеяться на самого себя. А что же дальше написано в притче? Господь говорит, безумный, ночью сегодня душу тебя заберут. Что ещё здесь нам это ещё и в ангельской истории говорит? О том, что смерть внезапно приходит, как правило. Так ведь? Что человеку здесь не может, опять же, знаете, запланировать, что ну вот, если придёт смерть, я скажу то-то, то-то, да, как-то с ней договорюсь, буду жить дальше. Если смогут договориться. Вообще такого ничего нет. Он говорит, что ночью тут душу твою заберут. Заберут. Ты не будешь этого желать, тебе её заберут. Насильно заберут. Кому это всё достанется? Это что видим? Этот человек, будучи богатым, ну, он забыл о Боге. Забыл о том, от кого всё у него. Забыл о том, что не от него жизнь зависит. Вот забыл о том, что всё, что ему даётся, даётся и творчество не для того, чтобы он это понимал, что вот сколько у меня всего много. Ведь смотрите, ведь он богатый был, так он и без этого урожая бы прожил. Так ведь? Прожил бы и даже бы, скорее всего, не заметил, что там чего-то у него не выросло. Но нет. Вот эта вот жажда владеть чем-то большим, 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 его так вот поглощала. У него не появилась ни одной мысли о том, что есть люди, которым можно помочь. Правда ведь? Вот для чего Бог богатство даёт человеку? Вот Иоанн Златоуст говорил о том, что для того-то Бог и даёт богатство, чтобы богатый мог заботиться о нищих. Раздавал неимущие братья. Вот так у него написано. Соответственно, у тебя что-то есть? Отдай. Ну, лишнее хотя бы отдай. Тебе Бог доверил что-то сделать, он сделал тебя управляющим вот этого, какого-то блага, которое его, Господа. Вот он желает, чтобы ты в этом деле поучаствовал, чтобы ты сделал это доброе дело, чтобы кто-то, вспомнив о тебе, подумал, какой хороший человек, он мне в жизни помог. А дать человек об этом не вспомнил, не подумал. Почему человек о Боге забывает? Вообще вот так вот вопрос глобальный, но вот он здесь вообще к этому месту. По одной причине. Человек забывает о Боге, потому что думает только о своём себе. По гордости своей, в первую очередь. О себе думает, на себе надеется, жизнь свою планирует только исходя из своих собственных планов. Человек забывает о Боге, когда перестаёт Бога благодарить. Когда перестаёт видеть грехи свои, забывает о Боге. Когда перестает молиться, забывает о Боге. Когда читать перестает, книги духовные, тоже забывает о Боге. То есть все здесь вот так взаимосвязано. И приводит это вот к такому бесному состоянию. Внезапная смерть и куда тебя девать? Вот что с тобой человек делает? Ты бы мог вот этим богатством, вот этим урожаем распорядиться так, чтобы было тебе хотя бы что потом сказать вот на этом последнем страшном суде. Знаете, как в Священном Писании написано? Блаженны и милостивы, ибо они помилованы будут. Для чего нам дается что-то, чем мы можем пожертвовать кому-то? Для того, чтобы как раз в эту заповедь исполнить. Чтобы потом и нас-то коснуться на суде. Вот смотрите, вот у всех наших в жизни есть недостатки, правда ведь? Есть много грехов, которые мы исправить и не можем. Есть что-то, что уже просто не успеем исправить. А что-то уже совсем не получится. Знаете, грехи уности, например. Ну, видим, сожалеем, правда, жалко. Думаешь, хорошо бы вернуться в прошлое, я бы по-другому жизнь прожил. Бывают же такие рассуждения у нас сами, так ведь? Ну, это же сделать невозможно. И что получается? А вот получается, как раз для этого Господь нам дает возможность сделать что-то доброе в отношении других людей. Чтобы потом вот этой нашей милостью покрыть те наши недостатки. Эта история на случай тому, что мы должны в этом плане очень внимательно относиться к жизни своей. Не упускать вот этой возможности сделать доброе дело. Пусть маленькое, но доброе. А вот эту возможность Бог нам дает постоянно. По любви своей, да, вот по милости своей. Но еще расскажем, что человек этой возможностью не пользуется, потому что о Боге забывает. А о Боге забыл все, он начинает думать только о самом себе. И вот эти рассуждения. Радуйся, душа моя, ешь, пей, веселись. Вот можешь подумать в этом счастье. А смерть наступила, и что тебе? А ты планируешь радоваться и веселиться. А тут тебя ангелы безжалостные и неумолимые душу твою выдергивают буквально, куда-то тащат ее. Такой-то ответ. Вот такая вот история. История, о которой, да, еще расскажу, говорит нам о той величайшей ответственности за нашу с вами жизнь. За наши с вами дела, за наши с вами планы, за наши с вами поступки. И дай нам Бог, действительно, о Боге никогда не забывать. Никогда. Чтобы всегда понимать, что все от Него. Ему мы должны, всем, что у нас есть. Будем бы это помнить. Тогда, глядишь, ошибок будет в нашей жизни поменьше. Помоги на всем Господь. С праздником вас, дорогие наши братья и сестры.